Продолжаем наше занятие. Сегодня поработаем со стеной, точнее с углом. То есть нужно найти такое место, где у вас будет удобное расположение угла, 90 градусов. И работаем по плоскости. То есть вырабатываем движение локтем сначала, то есть прокручиваем его. То есть переходим с одной плоскости в угол. Влево-вправо. Меняем руки. То есть отсюда, отсюда, отсюда. И затем уже раскрываем руку. То есть смотрите, локоть, рука раскрытая. Локоть, рука раскрывается локтем. Заходим за стену и производим такое движение. Дальше можете поработать с ударами. То есть это фактически, как будто вы уберете боковой удар в стену. И посмотрите, как рука может складываться. То есть удар, склажение руки и переход ее в другую плоскость абсолютно. И то же самое прямо. То есть вы наносите удар, рука переходит в плоскость. Уходит либо в левую сторону, либо удар уходит в правую. И потом выходит опять снизу вперед. Прямой удар, выход. Прямой удар, выход. Боковой удар, выход. Боковое движение, выход. Теперь становимся прямо на угол, чтобы у вас угол раскрывался. И работаем так же. Вот прямой удар точно в угол. Левая и правая рука на полуутянутое движение. Можно даже подойти поближе для того, чтобы провести такое движение. То есть мы отрабатываем действие защитно-боковое движение. То есть вот они руки работают. Они проходят именно по плоскости угла. Сбрасывая движение. То есть принимаем движение. Отрабатываем маховые прически. Изнутри и снаружи удары, переходящие в плоскость. Боковой удар, переходящий в плоскость. Противоположный боковой удар, переходящий в плоскость. И используйте при движении рук защитное положение второй руки. Что при ударе вы всегда закрываете ту часть, ту область, которая не участвует в движении. Ну вот, в принципе, действие, которое можно отрабатывать.